Почему так закисляется это все? Просто в тряпке вообще! Да, ребят, все жесть! Блин, мам, ну, выключайся! Это ж вообще! Мне прям страшно! Если это видео наберет 40 тысяч лайков, то мы опять идем к Стасу. Один. Всем привет, друзья! Меня зовут Алексей Столяров. А, меня зовут Маша Калом. Друзья, вы давно этого ждали, чтобы нас кто-то уничтожил одновременно. Мы уничтожали то я Машу, то она меня. Ха-ха-ха, кто-то сейчас умрет. Ах, да как? Как у тебя идет секундомер? Быстрей! На бегу я! Быстрей, быстрей! Смойся, ты мудай! Сегодня мы обратились к самому крутому, самому авторитетному. К самому умному, красивому, социальному мужчину. На наш взгляд, фитнес-тренеру. Встречайте, Станислав Медовер. Уничтожать надо? Надо не уничтожать. Все, здравствуй. Приветствую. Здравствуй. Рад вас видеть, друзья. И, конечно же, будем стараться уничтожить их по максимуму. А вообще, мне нравится, когда мне не надо ничего делать, а ребята не приходят. На самом деле, в перворазии жизни мне реально страшно, потому что мы пришли к суперумному человеку, и он настолько серьезно говорит, как бы, весь порядок упражнений, просто мы уже знаем, что нас ждет, и это будет просто, короче, жопа. Вот такое упражнение. Рычажный хаммер не суть, ну просто вот он такой. Мы сейчас ставим на снаряд тот вес, который отрывает вас. То есть он, собственно, уже равняется вашим весом собственного тела. Дальше мы берем 60% примерно. Каждый из вас работает в полной амплитуде до полного мышечного отказа. Когда это наступает, в середине амплитуды фиксируемся, и в статическом напряжении, кто первый сломался, кто-то тряпкает. Все это прекрасно знают, что я люблю многоповторочку, люблю статику, поэтому Лёхи, мне выиграть. Давай пятерки сделаем. Раз, два, четыре. Все, фиксируемся. Все, держим. Мы поехали. О, господи. О, господи. Свою ж мать. 46 секунд сейчас. Я не знаю, как останавливать на этом гаджете. 46 секунд лучше. Офигеть. У меня было огонь. Ты готова? Я прям... Да не готова, мне прям страшно. Это очень жестко. Герем. Держись, не сдавайся. 25. 40. Давай, ты надо. 50. Ну, вопрос с волей, не более. Давай. Мне вообще не тяжело. Серьезно? Абсолютно. Вообще не тяжело? Ну, как бы, естественно, я закислилась, но абсолютно нормально. Серьезно? Вот так вот. Есть смысл-то делать дальше? Ты уже... Тебя хлопнули только что. Минута 0,7. Хватит. Все, дальше сила. Что, тебе вообще пофиг? Ну, как бы, тяжело, нормально. Я же люблю статику. Мало вообще, кто делает жиму с кимфатом, с гантелями. Значит, мы отрабатываем ватказ, потом ставим пол амплитуды и держим. Ты будешь выполнять весом 22 килограмма, это примерно 50% от твоего веса. А что ты весишь около 50 килограмм, соответственно, половина твоего веса, это у нас 25-25 делим надо, гантели 12,5. Эмоции? Буду сейчас поддыхать, опять трястись. Наверное, 2-3 раза максимум. Раз. Все, тиксируйся. Все. Это жестче. Все. Вот это было просто разрывно. Это просто жесть. Сейчас отказ. Поехали. Я не могу. Нет, все. Не могу прям вообще. Не моя тема. Есть. Это, конечно, очень плохо, что я радуюсь так. Просто я не работаю с весом, в принципе, с таким большим. Все, что касается жимового движения. Начинается, начинается. По DRX идем точно так же, как мы делали тяги к себе. Отрабатываем мышечный отказ. Дальше перецепляемся, берем любую руку, сильнейшую. И в полном мышечном сокращении. Стоим, держим. Кто первый. Кто ты. Тяжело. 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 Офигеть. Девушка, широчайшая будет же больше, да? Что делать? У меня очень сильно крутится голова каждый раз, когда я перехожу. То есть меня прям, знаешь, кидает. Такого очень давно не было. Даже когда мы ждали 100 по 100, не было такого. Ну, ты просто не привык к такой нагрузке. Что чувствуешь? Что чувствую? Я чувствую горечь поражения, потому что она сейчас будет мачать, как машина. Какая-то из бикини. Да, серебряный пизод России. Давай, Толик, разговаривай, разговаривай, чтобы она засмеялась, чтобы у нее сбилось. Так и дело, она смеялась. 16. 17. Сколько у меня? 26, да? 26, да. Нет, 36 было. 26. 26? Да не может быть. Сколько у меня там? Да и мало, вообще 13. Даже не 36. Даже если 36, 38. Твою же мать. Все. Уу, второвочку. Ладно, короче, давайте трицепс. Надо трицепс. Надо трицепс, я хочу. Может отыграешься. Может отыграешься. Ничью везу. Пытаться французского жима, по сути, да, то есть, опять же, мы работаем в мышечном отказе, да, потом на уровне, вот примерно на уровне лба, да, то есть, сокращаем в этом положении максимально. Ребят, дайте мне выиграть одну очку. У меня уже трицепс ставил. Ребят, все, жесть, просто, блин. Ааа, это просто разрыв. Почему так закисляется это все? Просто в тряпке вообще. Просто в тряпке. У меня просто в тряпку закисляет. Вот вообще в отказ. Давай еще ниже. Давай, давай. Блин, мань, ну, выключайся. Выключайся. Что, легко, что ли? Вообще легко. Ну, как бы, жест, но я просто постоянно использую статическую нагрузку на тренировку. Вот все. Все, признаешь? Ну, честно, что? Короче, друзья, сегодня, конечно, Мария Соколова выиграла практически под орех. Но мы не знали, что Маша просто, считай, готовилась к этому состязанию. Поэтому я хочу вторую часть. Если это видео наберет 40 тысяч лайков, то мы опять идем к Стасу. Один. Один есть. Осталось 39 тысяч. 39 тысяч. 999. На самом деле, если ты заранее мне подзвонишь, мы договоримся, сделаем. Ага, многодовочка. В общем, друзья, обязательно напиши комментарий, подписывайся на инстаграм Стаса, потому что там только интересные информации. Подписывайся на наш канал. С тобой был Алексей Столяров. Маша Соколова. Саниславлендовер. Пока. До свидания. Продолжение следует.